Дед Мороз Здравствуйте, Дедушка Мороз! Здравствуй! Здравствуйте, Дед Мороз! Жена, по сказке, это весна красна, а дочка наша Снегурочка. А вот как она стала внучкой, это уже совсем другая история. Ну, расскажи, пожалуйста. Это было такое время, когда была советская власть, и вот высший руководитель сказал, что раз он дедушка, значит, она должна быть не дочка, а внучка. Ну и хорошо сказал, пусть будет внучка. Ксюша, 29 лет, спрашивает, что вы кушаете летом, когда нет снега? Ксюша, наверное, думает, что раз я Дед Мороз, так я сосульками питаюсь. Совсем нет. Мороженое, конечно, я люблю. И холодец тоже. Но я вообще за здоровую пищу и люблю здорово покушать. Например, что? Например, летом же, да? Летом холодненький арбуз. И запить холодным квасом. Алеша, 23 годика, спрашивает, при какой погоде вы, дедушка, можете растаять? А вот тут большое заблуждение. Поскольку я волшебник, то таю я не от погоды, а от грусти, от детских слез, от тоски и обиды. Вот от этого я могу совсем растаять. Дедушка Мороз, а у кого вы просили подарки, когда были маленькими? И вообще вы были маленькими когда-нибудь? Вот, это хороший вопрос. Видимо, я этого не помню. Я вот помню, как вот я дедушка Мороз. А что было до этого, не помню. Не помню и все. А дедушка Мороз, ты употребляешь алкогольные напитки? Только в крайнем случае. Только под бой курантов, только в новогоднюю ночь. Только один раз в году. А Снегурочка у тебя замужняя внучка? Снегурочка? Нет, не замужняя. Женихов много у нее? А с какой целью интересуетесь? Вон оператор спросил. Ага. Понимаю, понимаю. Ну, это надо, это же ее личная жизнь. Я в личную жизнь, хоть и волшебник, вторгаться не имею права. Какие подарки в этом году, может быть, в предыдущие, ближайшие годы дети просят больше всего? И чему больше всего радоваться? Интересный вопрос. Подарки самые разные. Ну, конечно, популярные мобильные устройства. Но, к счастью, не только. Очень многие дети просят, например, домашних животных. Чего, конечно, я делать не могу. Это должны решать родители, семья должна решать. Потому что домашнее животное – это не игрушка. Это член семьи. А игрушки разные бывают. И дорогие, и дешевые, и маленькие, и большие. И вот одна девочка попросила меня подарить ей на Новый год скрипыша. Понимаете? Из магнита. Да, вот такая мечта у нее. А вот сам бы ты что хотел получить в подарок на Новый год? Ммм, PlayStation 5. Ну, неоригинально, скажу так, неоригинально. Но она дорогая, Дедушка Мороз. У тебя денег не хватит. А у меня, да, может не хватит. У меня деньги волшебные, а тут другая валюта. Дедушка Мороз, несколько слов, пожалуйста, скажи и пожелания нашим телезрителям. С удовольствием. Дорогие друзья, я вам желаю в Новом году, ну, как обычно, здоровья, счастья, успехов. Кому в учебе, кому в работе, в личной жизни всего самого хорошего. Но самое главное, я вам хочу пожелать, чтобы, становясь взрослыми, большими, солидными людьми, вы не переставали верить в чудеса и в меня, в Дедушку Мороза. И вот тогда, я думаю, все у нас будет с вами очень хорошо. С наступающим вас Новым годом!